Вывозом мусора сразу из нескольких районов Новосибирска с начала этого года занимается городское предприятие. Спецавтохозяйство, кроме этого, отвечает за содержание полигонов. В новогодние праздники отходов в контейнерах традиционно больше, однако в этом году проблем с вывозом не было. О количестве жалоб и качестве работы спецавтохозяйства расскажет Александр Потенихин. Три новых мусоровоза ринулись в бой прямо перед Новым годом. Как говорят специалисты, эта техника более надежная, плюс производительность выше. За 12-часовую смену машины опустошают 400 баков. Во многом благодаря новой технике предприятию спецавтохозяйства удалось предотвратить на своей территории новогодний мусорный коллапс. Всего у МУПСАХ 50 машин. В принципе, этого достаточно вполне для того, чтобы обеспечивать вывоз той территории, которая взята под обслуживание наше муниципальное предприятие. В принципе, можем расширять и думаю, что можно прибавлять еще территорию и нужно это делать. С начала года предприятие по договору с региональным оператором вывозит мусор из Первомайского, Советского, Кировского районов, поселков Краснообск и Кольцово и других территорий области. За все праздники поступило меньше 50 звонков с жалобами на уборку. Это 8 раз меньше, чем годом ранее. Где-то, ну, максимум один день был вот простой, может быть, где-то с вывозом. Сейчас уже ситуация выправлена. Отсеки КГО уже поражены на один раз практически по всему городу. Сейчас уже на второй круг пошли вывозить. Сейчас основной вопрос будет у граждан, куда девать свои елки. Всего за каникулы на полигоны спецавтохозяйства вывезли около 15 тысяч тонн отходов. Уборке мусора не помешали даже сильные морозы. Это нестандартная ситуация, достаточно тяжело, но у нас же свои авторемонтные мастерские, которые точно так же в праздники, то есть работали, как и все. Ну, то есть приходили машины, тут же ремонтировались и выходили на линию снова. До конца года в планах у предприятия купить еще 11 единиц техники отечественного производства – мусоровозов и мультилифтов. Александр Потенихин и Евгений Макаров. Новосибирские новости. Субтитры создавал DimaTorzok